Доброе утро! В эфире 12-го канала новости. В студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Готовятся отметить новоселье. Пострадавшим от майских пожаров уже перечислили более 300 миллионов рублей. Правительство региона продолжает помогать погорельцам. Заманивают подделкой, как мошенники наживаются на клиентах магазина Икеа. Уже стала лучше в России, а теперь может получить звание народного героя. 12-й канал продолжает знакомить телезрителей с номинантами премии. Успеть за один день для путешественников разработали новый тур в большеречи. Чем будут удивлять гостей? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На покупку новых квартир в областном бюджете предусмотрено 360 миллионов рублей. 315 из них уже поступили на спецсчета пострадавших. Деньги получили более 200 собственников. Жилья из Азовского, Колоссовского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского районов и города Омска. Некоторые уже приобрели новые дома и квартиры. Ситуация с выплатами на личном контроле у Александра Буркова. Как отметил губернатор, до наступления холодов у всех пострадавших должно быть жилье. Добавлю, в нашем регионе предусматривается компенсация за утрату не только единственного жилья. Кроме того, областным правительством принято решение вернуть пострадавшим землю, на которой находились сгоревшие дома. Напомню, несколько крупных пожаров в регионе случились в начале мая. Огонь уничтожил более сотни домов в Омске и нескольких районах области. Возле музыкального театра появится новый светофор. Объект оборудуют в районе остановки Театральная площадь. Это повысит безопасность на участке и снизит количество аварийных ситуаций. Раньше здесь уже располагался пешеходный переход. Несколько лет назад его убрали, чтобы уменьшить пробки. Однако пассажиры общественного транспорта стали перебегать дорогу в неположенном месте. Пешеходник решено вернуть. Теперь он станет регулируемым. Объект установят до середины октября. Новые светофоры появятся еще на девяти участках по всему городу. Работы проведут в рамках реализации федерального проекта безопасность дорожного движения. На эти цели выделено 56 миллионов рублей. Подрядчик определят в ближайшее время. Осторожность не помешает. Покупатели товаров магазина Икея могут стать жертвами мошенников. Злоумышленники придумали новую схему обмана. Под видом сотрудников гипермаркета предлагают оформить товар, а затем скидывают ссылку на сторонний сайт, который выглядит в точности как оригинальный. Как только покупатель вводит реквизиты своей карты для оформления заказа, оплата уходит на счета злоумышленников. В итоге жертвы остаются и без денег, и без товара. Чтобы не попасться в руки мошенников, эксперты советуют не заказывать продукцию на сторонних сайтах или через перекупщиков. В парке 30-летия в ЛКСМ появился новый аттракцион. Карусель установили несколько дней назад, и теперь после тестовых испытаний она открыта для посетителей. Как взрослых, так и юных. Разместиться здесь смогут 29 человек. Детей до 6 лет пускают лишь в сопровождении родителей. Особенно эффектно аттракцион выглядит в вечернее время, когда подсвечивается тысячами светодиодных ламп. А мечи уже успели оценить карусель, в том числе и как отличное место для того, чтобы сделать яркие снимки. Карусель замечательный, ребенку понравилось. Настроение, он плачет, еще что хочет, еще кататься. Какие фигурки больше понравились? Мы на слоне покатались. Все видно. Обзор хороший. Расскажи, как тебе, понравилось? Да. Что понравилось? Мне очень понравилось. В Омске определили финалистов региональной премии «Народный герой». Более чем из 200 заявок экспертная жюри во главе с губернатором Александром Бурковым выбрала 55 лучших по 5 человек в каждой номинации. В ближайшие дни будет запущено народное голосование. 12 канал, соорганизатор премии, учредил отдельную номинацию, за победу в которой символично поборются 12 человек. Одна из претенденток на победу уже выигрывала конкурсы профессионального мастерства. Светлана Нечапаренко стала лучшим водителем троллейбуса в России. Подробнее Дарья Шадрина. Дарья Шадрина. Омная бабушка должна устоять во что бы то ни стало. Я испытываю огромное уважение к нашим водителям, особенно к представительницам женского пола. Амичка Олеся Чернышенко в кабине пилота. Сама строгость на трассе уверенно опережает иногородних конкурентов. Вторая омская конкурсантка Светлана Нечапаренко на 12-метровом железном коне виртуозно выполняет лихие виражи. На огромной машине входит в крутые повороты. В развитии экологичного транспорта это основная задача и региональных властей, и муниципальных властей. Но и с другой стороны, сегодня принимая 29 команд из всех регионов, которые имеют троллейбусное сообщение, это есть в том числе основа для того, чтобы наши водители троллейбусом это увидели, чему-то у них научились. Конкуренцию омской команде составляют 36 участников из 29 городов страны. Лучшие в своем деле. Представители других городов признаются, чужие улицы не пугают. Знают, дело мастера боится. Сегодня довелось перемахнуть через Уральские горы и оказаться в совершенно замечательном сибирском городе Омске. Знаете, я как участник такого мероприятия городского, как артист в театре, да, то есть больше такого, какого-то волнения нет. Самое сложное испытание за пределами троллейбусного депо – продемонстрировать мастерство в реальных условиях на главной магистрали города-миллионника. Пилоты троллейбусов выезжают в центр Омска. Сегодня Омск представил самое лучшее место в центре самого города. И поэтому для всех организаторов и участников это было как бы неким сюрпризом. Надеюсь, что последующие конкурсы будут проходить также на высоком уровне. Последний вираж и победа достается Светлане Нечапаренко. Награда – звание лучшего водителя троллейбуса в России. И призовые – 300 тысяч рублей. Для меня это четвертый конкурс в России. Все четыре конкурса, да, можно сказать, что я уже так закоренелый конкурсант, да, но все четыре конкурса я не могу побороть свои волнения. Я очень сильно волновалась. Почетное серебро и 150 тысяч рублей достались водителю из Самары. 50 тысяч и бронза у представителя Барнаула. Вновь за звание лучшего участники поборются уже в следующем году. Благо, тренировок будет хоть отбавляй. На маршруты водители выходят ежедневно. Дарья Шадрина, Ангелина Рунова и Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. Все бренды Омской области на одной карте. В эти минуты в библиотеке имени Пушкина презентуют уникальное издание. По задумке авторов, специальный буклет поможет туристам определиться с культурной программой во время путешествий по области и почувствовать на себе обычаи русских сибиряков. На карте в каждом районе отмечено традиционное для этой местности направление. Это может быть древний промысел, народная кухня, различные праздники, певческая или даже танцевальная традиция. Все это назвали локальными брендами и свой неповторимый есть в каждом районе. Так, например, в Оконечниковском чтут традиции ковроткачества, а в Сидельниковском удалось сохранить секреты исполнения уникальной кадрили. Желающим провести время на отдыхе, используя, предложат поучаствовать в сибирских обычаях. Таким образом, в регионе планируют развивать локальный патриотизм. Своих традиций не нужно стыдиться, их нужно транслировать. Вот как раз эта карта дает возможность гостям и жителям нашим окунуться именно в локальный патриотизм. Турист тот же, когда берет сувенир, он не хочет уже магнитик просто, да? Он хочет именно получить то, что он сможет сделать своими руками или соприкоснуться лично к этому. Карту составили этнографы и фольклористы. Данные о традициях и обычаях разных народов региона они собирали во время специальных экспедиций. Карту получить можно абсолютно бесплатно в Туристском информационном центре или в Сибирском культурном центре на бульваре Мартынова. Перенестись на несколько поколений назад и посетить единственный в России сельский зоопарк теперь можно за один день. Омский Минтранс запустил тестовый тур в Большеречи. Одну из главных точек притяжения путешественников в регионе. Раньше туристам приходилось останавливаться в поселке на ночь, но теперь вернуться из райцентра в Омск можно сразу после экскурсии. Программа культпохода весьма насыщенная. Чем удивляет Большеречи, увидела Ангелина Рунова. Очень, конечно, мы рады. У всех у нас хорошее настроение. У причала туристов встречают уютный речной трамвай. Путешественников ждет 7-часовой круиз по Иртышу. Без прогулок по Палу, без АТО, с великолепными видами из окна. Пассажиры торопятся запечатлеть красоты, к примеру, устремляющиеся ввысь утесы в Горьковском районе. Алла Назарова в прогулку по Иртышу отправилась вместе с семьей. Для поклонницы водных экскурсий такое путешествие – репетиция перед рейсом по Волге. Все предусмотрено для детей. Телевизор, мультики наши советские, библиотека есть. Ну, я вообще думала, что здесь будет верхняя палуба. На популярном маршруте теплоход трудится не первый год, пользуется популярностью. И в ближайшее время, уверены специалисты Минтранса, желающих отправиться в Большеречье будет еще больше. Маршрут сделали удобным. Раньше туристам, которые отправлялись в райцентр, приходилось ночевать в поселке. Теперь же, вечером после экскурсии, путешественники будут возвращаться в Омск на автобусе. Мы с Минкультом поняли, что необходимо сделать более удобную обратную дорогу для жителей. И договорились с перевозчиком организовать два рейса во вторник и в субботу в 19.30. Стоимость билета составляет 605 рублей на взрослого пассажира. Позаботились и о культурной программе, которая ждет гостей в Большеречье. Первый пункт – знаменитый музей под открытым небом «Старина Сибирская». Попадая сюда, будто совершаешь прыжок в прошлое на несколько столетий назад. Тебе сейчас сколько? Десять. Вот через два года ты бы спала, тебе пришла вон на сундучок спать. Приданная свою караулила бы. Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Натуральная сибирская деревенька» 19 века. Никакого хай-тека. Улицы Мастеров, Купеческое подворье, Казачий стан – все из дерева, воссоздано до мелочей. Туристам предлагают посетить настоящие емщицкие усадьбы, подняться на Звонницу и Казачий стан, освоить настоящие казачьи навыки, стрельбу из арбалета и лука. Ну а любители из скотного двора привлекают ручные козлята и статные жеребцы. А вот крестьянская изба. Хозяйка дома рассказывает о быте и старинных ритуалах, к примеру, свадебных. В ближайшем будущем локаций в старине Сибирской станет еще больше. Для гостей музея готовят сюрприз. У нас откроется новая экспозиция. У нас откроется интересная, уникальная экспозиция усадьбы Казачьего сотника. Казачьего сотника, где можно будет полностью с головой окунуться в быт казачьей культуры. И откроется тоже во второй половине августа у нас музей купеческого быта. Следующая остановка – Большереченский зоопарк. Посмотреть на хвостатых выходцев из Европы, Заполярья, Бразилии и Индонезии приезжают тысячи человек. Сейчас единственный в стране сельский зоопарк особенно популярен – в заповеднике Бэби Бум. Наши питомцы порадовали нас пополнением в своих семьях. Все посетители, которые приезжают к нам в зоопарк, могут полюбоваться маленьким пятнистым оленем, маленькими моралятами. Также три тигренка подрастают у тигрицы азы. Также маленькие енотики уже вовсю тоже. Ну там уже жизнь у них бурлит, кипит. А вот дальневосточному леопарду-бриллианту роль отца только предстоит примерить. Пока он в женихах. И даже не определился с кем быть. В парке у грациозного хищника три потенциальных невесты. И с одной из пятнистых дамочек он вскоре создаст семью. А пока охотник отсыпается в вольере. Из-за внимания посетителей борются обезьяны. Вы как старается выйти? Съем? После насыщенной экскурсии по музею и прогулки по зоопарку можно отправляться в обратный путь. Три часа на автобусе и туристы снова в Омске. В планах организаторов запускать однодневные экскурсии дважды в неделю. По вторникам и субботам. Если направление будет популярно, количество рейсов могут увеличить. Ангелина Рунова, Сергей Никифоров, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Сегодня мы поговорим об одном из видов протезирования при полном беззубии, так называемой технологии «Всё на четырёх» ОЛАНФО. Данная технология подразумевает установку четырёх имплантантов на одной челюсти пациента в определённых позициях, что позволяет зафиксировать на этих имплантатах несъёмную ортопедическую конструкцию. Большим преимуществом данной технологии является возможность зафиксировать у пациента несъёмный временный протест в день операции. Семейная стоматология. 45-06-05. Если радио, то максимум. 105-FM в Омске. Автосалон «Автобан». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Итак, сегодня 19 июля в городе ясная температура воздуха. Днём 25-27 градусов жары. В районах переменная облачность, небольшой дождь. Дневная температура 24 градуса выше нуля. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершён. Дарья, смотрите Детскую лигу. Всего вам доброго и до встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова